Новость об открытии ФОКа Георгиевский в микрорайоне Дубрава привлекла внимание многих старооскольцев. Наши телезрители просят рассказать подробнее, кто и как может тренироваться в новом спорткомплексе. Съемочная группа 9 канала побывала на первых тренировках, выяснила и оценила условия для занятий спортом. Новый спортивный комплекс Георгиевский появился благодаря победе старооскольской команды в губернаторской эстафете. Во главе с капитаном Андреем Чесноковым завоевали не только сертификат на строительство, но и провели масштабную работу – от проекта и первого ковша до введения в строй и торжественного открытия. Теперь главная задача – дать возможность старооскольцам реализовать здесь свой физический потенциал. В приоритете – детский спорт. Баскетбол, волейбол, легкая атлетика и еще один такой маленький штрих в этом спортивном комплексе – это зал вольной борьбы. Вольная борьба – это единоборство, которое в старооскольском городском округе развито очень хорошо. И многие мальчишки, уже и девчонки стараются записаться в эти секции. И мы надеемся, что в том микрорайоне, который у нас расположен, Дубраво и ближайшие микрорайоны, дети смогут найти себя здесь и реализовать. Как по игровой виду спорта, так и, конечно же, в единоборствах и в легкой атлетике, в королеве спорта. На ковре уже пробуют свои силы юные вольники. Тренерский состав сильный. Условия для занятий отличные. Уже тренируются и начинающие легкоатлеты. Бегать в таких условиях – одно удовольствие. Доступность, комфорт, эстетический вид. Здесь все располагает к увлекательным тренировкам. Фок мечты. Очень понравился. Красивый, светлый, теплый. Я увидела из окна, как его строят. Мне он очень понравился. Я туда решила ходить. К нам пришел в класс тренер. Дал листовки. Сказал, что откроется легкая атлетика, спортзал. И я записалась сюда. Это еще влияет на здоровье. Потому что тут тренируешь свою силу воли. Потому что ты бегаешь долго, упорно. Стараешься. На базе этого муниципального объекта будут бесплатно заниматься воспитанники четырех спортивных школ. Чтобы записаться, можно получить информацию администратора в самом спортивном комплексе. А также можно получить информацию непосредственно в спортивных школах. Данную информацию выложим на сайте управления строительства спорта. В ближайшее время будет полностью сформировано расписание спортивных секций. Для детей все занятия на безвозмездной основе. В перспективе здесь начнут заниматься и взрослые группы. Предполагается аренда дорожек для бега. Пригласят сюда любителей игровых видов спорта и вольников. К началу летнего сезона введут в эксплуатацию площадку для уличного баскетбола. Юные спортсмены осваивают новые залы. Здесь можно проводить турниры всероссийского уровня. Это еще один стимул к победам. Хороший очень зал. Просторно, кольца новые, хороший паркет новый. Поэтому будет, наверное, лучший результат. Здесь все сделано по высшему стандарту. Даже двери в раздевалку не обычные 2,20, а специально для руслых спортсменов 2,40 в высоту. Медицинская комната, уютные раздевалки, душевые помещения, лифт для маломобильных посетителей. У нас хорошие, скажем так, всегда взаимоотношения с сообществом инвалидов. И всегда мы идем навстречу. Мы хотим, чтобы и данный объект посещали и колясочники, и другие категории, скажем так. Но все объекты построены у нас с требованиями именно под данную категорию людей. И мы ждем, можно и на второй этаж приехать, и зал баскетбольный посетить. Все инфраструктура соответствует требованиям для того, чтобы наши маломобильные группы населения могли сюда легко приехать и подниматься. Евгения Ташманова, Евгений Левушка, Илья Самсонов, 9 канал.